Всем привет! С нами Нина и Галя. Мы из Украины. Нина, начинаем. Первый вопрос. Как тебя зовут? Мы уже ответили. Привет, меня зовут Вика. Всем привет, меня зовут Настя. Мне 18 лет. Всем привет, меня зовут Инна. Второй вопрос. Где ты живёшь? Я живу в Украине, в городе Харькове. Нина, ты? Аналогично. Я живу и учусь в Украине. И поскольку у нас сейчас карантин, мы все находимся дома. Я живу в городе Зандам, страна Нидерланды. Зандам находится недалеко от Амстердама. Я живу в Эквадоре, в очень красивом городе, который называется Куэнка. Он находится высоко Андах. Есть ли сейчас в твоей местности карантин? Да. В нашей местности есть карантин. Мы сидим дома. С 6 апреля уже более жёсткие меры предприняли, чтобы мы ходили с документами и обязательно носили маску. Нина, а у тебя есть карантин? Да, есть карантин. У нас местные власти требуют, чтобы люди не ходили больше двух километров от своего дома. Ух ты, я не знала. Но я не хожу. Обычно мои будни проходят так. Я встаю рано утром, пью много кофе и иду в колледж учиться. После колледжа я иду домой, там кушаю и делаю уроки. Или просто отдыхаю. Сплю или смотрю что-нибудь. И если это пятница, то часто я иду гулять с кем-то из друзей. В моей стране сейчас есть карантин. Да, это повлияло на мою позитивную жизнь, но не очень сильно, так как я люблю сидеть дома. Я часто сидела дома на выходных. Но единственное, я сейчас учусь онлайн. То есть у нас все уроки проходят по интернету. У нас очень много домашнего задания, поэтому мне некогда скучать. Ну, я знаю, минус, что я не могу встречаться. Иногда уже начинаю поэтому скучать, когда ты не можешь ни с кем встретиться. И я не могу фотографировать. А я люблю очень сильно фотографировать. Три недели назад наша жизнь в корне изменилась. Здесь в стране ввели карантин. Позже ввели комендантский час. Как это выглядит? Мы можем выходить только в супермаркет за продуктами или в аптеку. В комендантский час желательно не выходить ни под каким предлогом. Иначе может быть наложен штраф или даже тюремное заключение. Жизнь, конечно, полностью изменилась. Потому что практически все время мы находимся в квартире. За эти три недели буквально три раза выходили из дома. Ну, мы понимаем, что так лучше, что таким образом можно остановить распространение вируса. Поэтому вам тоже желаем оставаться дома. Первая неделя, мне кажется, она самая ленивая. Потому что всем хочется просто отдохнуть, ничего не делать. Отдохнуть от работы, отдохнуть от учебы, от каких-то своих проблем. Просто расслабиться, релакс полный. Каждый занимается, чем ему нравится. Смотреть сериальчики, фильмы. В общем, заниматься ничем. Но потом все-таки надоедает как-то все, ничего не делание. И не хватает какого-то живого общения. Не хватает каких-то дел. Куда-то и хочется поехать, что-то поделать, где-то погулять. И поскольку у нас самоизоляция, я считаю, что самоизоляция это самое сильное оружие против вирусов. Привет! Привет! Скажите, пожалуйста, как карантин повлиял на вашу жизнь? О, карантин это тема для того, чего я хочу достичь. Цели, какие я перед собой ставлю. У меня, например, появилось время заняться спортом. И выйдя в этот парк, мы видим, что никого нет, но есть возможность заняться спортом. Да, вот. Очень красиво, как раз свежий воздух, то, что сейчас нужно. И последний вопрос. Что бы ты хотела пожелать человечеству? Давайте поддерживать связь, созваниваться. Желаю использовать это время с положительной точки зрения и не вешать нос. А ты не носу пожелаешь. Хотела сказать, чтобы вы не расстраивались, потому что это скоро закончится по-любому. И всё будет хорошо. Поэтому вам тоже желаем оставаться дома в это тяжёлое время. Всего хорошего. Всем хочу посоветовать, пожалуйста, оставайтесь здоровыми, оставайтесь дома и успехов вам. Пока. В общем, спасибо за внимание. Придерживайтесь правил, они не сложные. Всем хорошего настроения. Пока. Пока.